В Шадринске украли уникальных львов. Дом купца у школы, что на углу улиц имени Луначарского и Октябрьской, которому порядка полутора сотни лет, прославился в городе наличием редчайших архитектурных артефактов. Это единственное место на территории города, где сохранилась на воротах дома редкая лепнина в форме барельефов львиных голов. Именно поэтому только ворота дома и представляют сегодня ценность как культурное наследие. Этот объект для интеллигенции города Шадринска является достопримечательностью, с которой они всегда знакомят гостей из других регионов. Шадринский историк, краевед Василий Константинович Перунов провел для таких людей много экскурсий у этих уникальных ворот. Все воротные столбы и временно снята металлическая ограда. Почему? Потому что они внутри строили в нынешнем году гаражи и кран подъемный не мог входить под нее. Поэтому временно она снимается. Снимается, а затем снова ставится. А вот створки ворот сохранилась только правая. Но, тем не менее, она сама как произведение искусства. Во-первых, это пропиловка. Во-вторых, в центре это обязательно символика солнца. Вот она какая. Это все деревянное? Это все деревянное. Все выполнено шадринскими мастерами. Кирпичная кладка с деревянными створками. И очень хорошего такого изготовления. Но интереснее, конечно, над воротами, это головы львов. Вот их было четыре ремонтики, строители. Две из них заштукатурили. Чего не надо было этого делать. Это же своего рода символика не только здания, но и символика города. Спустя почти пять лет, а именно в августе текущего года, в преддверии дня города, а точнее, за неделю до него, барельефы были аккуратным образом выдолблены и украдены. Тот, кто это сделал, явно понимал ценность уникальной лепнины. Первым заметил факт вандализма большой родитель за благополучие и процветание города Валерий Мурзин. Для меня это такой вызов для города, на самом деле. Потому что не просто они выпали от ветхости, это выдолбленная лепнина. Сейчас такая тенденция по России пошла. Ветхие артефакты, лепнина, старинные кирпичи становятся предметами торговли на антикварном рынке Москвы, больших городов. И я думаю, что кто-то из шадринцев решил поучаствовать в этой торговле. Ну, это плохой знак, во-первых, воспитание самих жителей города Шадринска, видимо, хромает, да? А во-вторых, ну, это сигнал к разграблению города, можно сказать так. Потому что вот эта волна, она периодически, город нахлёстывал. Вначале решетки снимали, потом ворота со старинных домов, потом вообще дома целые кварталы у нас начали сносить. Мы теряем лицо, вот такими маленькими шагами город теряет лицо. Нашим внукам, нашим детям просто скоро когда-нибудь ничего не останется. По мнению Валерия Мурзина, это нельзя оставлять без внимания. Уважающие себя шадринцы должны понимать, что теряют, и не должны относиться к разграблению местных ценностей спокойно. Табличка, в своё время прибитая к фасаду здания, указывающая на то, что эти ворота являются памятником культурного наследия регионального значения, как раз и говорит об охране объекта государством. Учреждение, расположившееся в здании, тоже государственное. А значит, это его задача следить за своим ценным имуществом. То, что произошло с объектом наследия культуры города, руководитель городского отдела культуры криминальным не считает. Однако уверен, что этот факт требует вмешательства собственника. По федеральному законодательству всю полноту ответственности несёт собственник здания. И, конечно же, в случае утери каких-либо элементов объекта культурного наследия, собственник обязан исправить ситуацию, исправить её своими средствами, своими силами. И в случае, так сказать, если объект в данный момент, мы знаем, что он является собственностью Курганской области, должен ходатайствовать перед вышестоящим руководством, в частности, перед отраслевой структурой, в которую входит непосредственно наше отделение Роспотребнадзора, о выделении средств на реконструкцию данного объекта. Мы все с вами знаем, что в этом году, в 2020-м, беспрецедентный случай у нас произошёл, когда были выделены федеральные средства для реконструкции и ремонта целых 13 объектов культурного наследия. Я думаю, что эта традиция будет продолжена на территории города. Ну и верится в то, что наше здание купца Ушкова попадёт в эту программу. Но для этого, ещё раз повторяю, нужно иметь волю и желание непосредственно хозяина, непосредственно объекта права, который должен ходатайствовать перед вышестоящими, так сказать, структурами. Пока собственник, каким является областное управление Федерального надзора, ответа на наше обращение с просьбой пояснить, будут ли найдены виновные и наказаны, не было. Будет ли найден дерзкий грабитель и восстановит ли украденную ценность? Сегодня большой вопрос. Во всяком случае, отныне всем нам необходимо быть на чеку, если мы действительно патриоты своего города и нам дорого наше наследие, которое должно достаться по праву и нашим потомкам.